Запасы есть, но максимум на неделю. Специалисты Одесского бюро судмедэкспертизы не обеспечены средствами индивидуальной защиты. Спрос на эту продукцию сейчас слишком велик. К тому же медики говорят, что оперативно пополнять запасы мешает бюрократия и тендерные процедуры, обязательные для бюджетных учреждений, в их числе бюро. Мы объявляем тендер. В этом тендере побеждает некая фирма, которая предлагает нам перчатки. И все в порядке, но через несколько дней фирма нам сообщает, что цены поднялись, и нам уже неинтересно эту сделку делать. Объявляйте новый тендер. Объявляем новый, по уже новой цене. Окей, по уже новой цене. Та же фирма выигрывает этот тендер. Но фирма говорит, давайте деньги. Только предоплата, только полная предоплата. Но полная подписка для госучреждения невозможна, поэтому остается рассчитывать на волонтеров, говорит танатолог. Запасы небольшие, а в условиях карантина экипировать нужно не менее 220 специалистов по всей области. У нас практически нет одноразовых костюмов, которые необходимы для работы с коронавирусной инфекцией. У нас очень мало респираторов должного класса защиты. Буквально вот считанные единицы. Работать во время эпидемии нового вируса судмедэкспертам приходится по устаревшим нормам почти 30-летней давности. Потому эффективность требований этих распоряжений под вопросом. Работать в таком случае мы будем, как с любой другой особо опасной инфекцией. При этом прекрасно понимая, что нюансы этой инфекции достаточно специфичны. И даже не все те действия, которые актуальны для, допустим, чумы, в данном случае окажутся эффективными. Люди, умершие от осложнений, вызванных COVID-19, попадут в бюро судмедэкспертизы, если не удастся установить их личность. Обстоятельства смерти будут неизвестными. В иных случаях умершими занимаются патологоанатомы. Но пока одесские судмедэксперты еще не оказывались в таких ситуациях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok